Ребята, всем привет! И вот мы начинаем череду роликов про базовые узлы фальцевой кровли. И сначала будут базовые узлы, и потом мы будем от самых простых к самым сложным. И как в той или иной ситуации можно по-разному сделать тот или иной узел. Но начнем мы от самых простых и в более сложном. Ребята, в этом ролике я вам расскажу про инструмент и оборудование, которое вам понадобится при работе с фальцевой кровлей. И начнем мы по сути с одного из самых главных инструментов, это листогиб. В нашей бригаде есть листогиб, называется он тапка. Или, как его еще называют, металлмастер или алион. То есть названий у этого листогиба несколько. Но по сути он, независимо от названия, по сути одинаковый. Значит, этот станок, листогиб, он мобильный, он легкий, он удобен в перевозке на объекты. И выполняет все функции, которые нужны для фальцевой кровли. То есть на нем можно делать всякие планки, капельники, коньки, разные элементы. В том числе и гнуть конверты. Что не может, конечно, сделать проходной листогиб. Также у многих, я знаю, бригад, кровельщиков, есть и проходные листогибы. Они бывают тоже разные, всякого, разного производителя. То есть рынок листогибов, он очень большой. Я скажу так, что в нашем случае мы используем листогиб тапка. Вот, или алюбендер, он у нас называется. Вот, и проходного листогиба у нас нету. То есть мы не видим, скажем так, потребности в его покупке. Потому что алюбендер, тапка, он со всеми функциями для кровли справляется. Далее, может быть не в любой, но в основном у всех бригад есть свой фальцепрокатный станок. На данный момент популярностью пользуется станок российского производства Бора. У нас он тоже. То есть у нас их два этих станка. Он не имеет каких-то минусовых изъянов. То есть он вполне справляется со своей функцией, то есть прокатом фальцевых картин. Но тут хочу сделать маленький анонс. Скоро на рынке появится также нашего российского производителя фальцепрокатный станок, но более мобильный. Презентуется он скоро на соревнованиях в Уникме. Я число здесь вот напишу, когда будет это соревнование кровельщиков по фальцу. В компании Уникма. И там он должен презентоваться. Этот станок, скажем так, отборы. Если в чем отличие будут отборы, то, конечно же, его мобильность. Он будет полностью разборный. Его можно, по сути, один человек полностью разобрать. И погрузить котов в багажник, увезти на объект, вытащить из багажника и собрать. И работать на нем. И, конечно же, вес. По данным производителя он будет весить всего 95 килограмм. Более подробную информацию по этому станку, я думаю, я освещу. Сделаю отдельный по нему ролик. И уже полная информация будет, конечно же, озвучена. Ребята, ну и следующий инструмент, который должен быть у каждого кровельщика, это, конечно же, ножницы. И давайте поподробнее. Ножницы-пеликаны для прямого реза. Многие новички, которые берут эти ножницы, они не умеют ими резать. Как, в принципе, и другими ножницами тоже. Не умеют пользоваться. Каждому инструменту нужно привыкнуть. То есть, эти ножницы для прямого реза. Чтобы ими резать, этими ножницами, некоторые по привычке ставят их прямо. Вот так вот. Да? Вот так прямо. Но фишка этих ножниц, что их нужно при резке чуть-чуть наклонять. Вот так вот. И прямо резать. То есть, вы должны, если кровечек, вы должны резать как так, так можете ножницы вот так вот повернуть и резать на себя. Чтобы научиться резать ножницами, нужна практика. Поэтому хочу здесь сказать, что если вы собираетесь идти куда-то на платное обучение, я советую вам купить набор ножниц, который я покажу, обязательный. Вот. И сначала, перед тем, как пойти на платное обучение, какой-то семинар, да, купить себе инструмент первой необходимости. и купить, грубо говоря, лишь металлы. И сначала порезать. Потому что вы на платном семинаре будете очень много на это время тратить. А если вы приедете на семинар и уже будете уметь резать ножницами, то вы получите по программе, получается, больше информации, чем, допустим, целый день будете учиться резать ножницами. Вот такой момент. Далее. Ножницы идеальные или комбинированные. Есть правые, есть левые. То есть, левые ножницы режут прямо и могут идти налево. Левые. Соответственно, правые режут прямо и можно резать так вот, на радиус направо. Далее. Радиусные ножницы. Тоже обязательный инструмент для кровельщика. То есть, они режут, скажем так, круглолинейные резы. То есть, всякие кружки, круглые отверстия, да? То есть, есть тоже правые, есть левые. То есть, левые режут, соответственно, в левую сторону. Правые режут в правую сторону. Эти ножницы необходимы для мысиков, для когда обходите трубу. Вот там есть круглые резы. И там они вам, конечно же, будут необходимы. Конечно, можно обойтись. Я буду в других роликах, когда будем освещать узлы. Можно обойтись без них. Но есть ряд, скажем так, нюансов, которые они облегчают, скажем так. Далее. Есть вот такие маленькие бычки, ножницы. Это Эрди. Они перекусывают двойной фальц. То есть, вот этими ножницами перекусывать двойной стоячий или лежачий фальц не рекомендуется, потому что вы можете их испортить. То есть, появится на лезвиях скол или вмятина. И все. Можно сказать, что ножницы можно выкидывать. А они дорогие. Вот. Этими ножницами можно перекусить двойной фальц. То есть, этими ножницами нельзя, а вот этими можно. и есть еще такие ножницы как вырубные. Мы тоже в каких-то моментах будем использовать их в узлах в следующих роликах, но применяются они довольно редко. Эти ножницы в основном нужны, если вы работаете с алюминием или сетанцинком. Это тоже такие моменты, нюансы есть, которые я вам потом в следующих роликах буду рассказывать. Смысл этих ножниц врубных это делают вот такие вот отверстия, то есть, вырезы. такие. И где, в каких местах они применяются, я вам расскажу в следующих роликах. Ребят, следующим инструментом, который должен иметь в своем комплекте, это хапы или клещи. Они бывают тоже разные. Повторюсь, что в следующих роликах вы увидите, как с ними работать, но так вкратце. То есть, необходимый в любом случае, инструмент это конвертные клещи. То есть, он служит для формирования конвертов. Вот, допустим, есть отгибка, да, и нам ими можно завернуть рубовая конверт. То есть, сворачивается и вот такие вот моменты, я не знаю, видно, не видно, делается конверт. Есть 80 подача на 60, есть вот такие, это 100 на 100. Ну, вот такие вот первоочередные. Далее, необходимый инструмент такой, как 45-й гибари. Гибари, хапы, клещи, буду называть по-разному. Вот, 45-й тоже необходимый инструмент. он делается для загибания каких-либо там загибов. То есть, все клещи или хапы, да, они все что-то гнут. Вот, поэтому 45-е гибари. Далее, есть 90-е такие же хапы, но используются крайне редко. Ими нужно работать, когда у тебя есть ограниченное расстояние, допустим, стенка, и надо что-то загнуть. То есть, этими хапами, то есть, допустим, невозможно будет подцепить, да, мешать стенка. Вот, а этими можно будет подцепить и загнуть что-то. Но используется крайне редко. Далее, есть вот такие вот клещи, то есть, они такие усиленные для подгиба всяких, скажем так, можно где-то двойных геожефаль здесь, хотя бы одинарные, где-то подогнуть ими, да, то есть, тоже используется часто в работе и желательно такие вот иметь. Но можно обойтись и без них на первом варианте. То есть, для начала, как я повторюсь, нужны конвертные клещи, нужны 45-е клещи. Это основные. И еще к основным, я бы сказал, что нужны, конечно же, это круглогубцы, то есть, они нужны, чтобы поправлять или делать тоже конверты. Ну, допустим, вот, нам надо поправить конверт, и мы ими конвертик поправляем. то есть, он служит для этих целей. Маленькие хапики используются тоже очень часто на мысиках, всяких там радиусных подгибах, то есть, этот маленький хапики используется очень часто, поэтому тоже обязательно, я бы сказал, к покупке. То есть, есть фруиндовские, такие зелененькие, мне больше нравятся, есть штубаевские, вот, ну, по сути, работают они одинаково. Далее, клещи для формирования двойного лежачего фальца. Как ими работать, и я вам в следующих роликах тоже покажу. Клещи попугая, они нужны для того, чтобы секунду, расфальцовывать двойной стоячий фальц. То есть, как он работает. Ставим, подсовываем и разгибаем фальц. В каком ролике я, может, подробно покажу, конечно, в работе его, но применяется тоже крайне редкий. Но это в том случае, если вы где-то что-то закосячили, и вам нужно этот фальц разогнуть, этот инструмент нужен. И также, допустим, вы сделали кровлю, и только потом какая-то труба вышла или что-нибудь еще сквозь кровлю, чтобы расфальцевать картины, нужен этот инструмент. Еще некоторые что делают им? Допустим, есть хапики, подворачивается маленькая кромочка, и некоторые делают это попугами, просто сжимая попугайчиками этот, он тоже делает кромку. Ну, это потом все, в следующих роликах, как я и сказал. И есть большие хапы, мы их используем тоже очень редко, вот, для подъемов на примыкание, подъемов там всяких, скажем, на стену картин, да, то есть подача у него 180 миллиметров, 180 сантиметров, вот, и этими клещами можно тоже формовать конверты на всяких узлах, или поднимать металл, то есть, ну, не, скажем так, первоочередный инструмент, он больше, скажем так, бригадный. Ребят, далее, значит, в любой бригаде должен быть инструмент, как крюкогиб, если вы устанавливаете подвесную водоосточную систему, и для того, чтобы загнуть крюк, вам нужен в любом случае крюкогиб. Они есть разных марок, вот, но по своей функциональности они практически все одинаковые. Далее, обязательно, конечно же, иметь рамку для закатывания двойного стоячего фальца. Эта рамка, как формирует как первый фальц, так и второй. Она универсальная. Далее, карнизная рамка. Это для того, чтобы загибать, догибать картины на карнизном свесе или реечный фальц. То есть, мы покажем это все в следующих роликах, как им работать. Крюкогиб, ой, крюкогиб, извиняюсь, конвертогиб. Служит для того, чтобы загибать конверты. Далее, ребят, у нас киянки, безотбойники, оправки, молотки. И забыл сказать про цаплю. Он практически выполняет ту же функцию, что и круглогубцы. То есть, это для формирования конвертов. Использую крайне редко, прям крайне редко этот инструмент. Связан с тем, что у нас есть и конвертогиб, и есть еще другой инструмент. И применяю я его лично очень крайне редко. Поэтому рекомендовать к обязательной покупке этого инструмента я бы не сказал. Но такой инструмент тоже есть. Далее, соответственно, киянки. Есть такая кияночка и есть кленовидная кияночка. Я бы рекомендовал все-таки покупать в первую очередь кленовидную киянку. Из-за того, что у него есть скошенный здесь участок, какие-то места намного удобнее использовать эту киянку в метрах узлах, скажем так. Далее, прям обязательно к покупке инструмента это безотбойный молоток. Называется в основном безотбойник. Для формирования всяких узлов, радиусов очень нужный молоточек. Есть в разных исполнениях с диаметром 25, 30, 35, разные. Есть также и отечественного производителя тоже такие безотбойники и киянки. В конце ролика я вам все где можно приобрести я все скажу. Далее, вот такой вот молоточек крестообразный, то есть удобно им подводиться, допустим, подводку делать там за яндову, когда у вас картинное сопряжение с яндовой, сопряжение картин с желобом, когда вы делаете надвальную подводку, тоже очень удобно. Рекомендую к обязательному приобретению. Далее, молоток кроличка жестянщика такого-то. Приобрести вы навряд ли сможете в России, мне его привезли из Швеции, коллега, тоже кроличник, иногда приезжает в Россию, я попросил его привезти, он привез мне ее в подарок. Далее, оправки. Есть оправки пластмассовые, есть железные, то есть есть сотка, оправка, это для формирования, там тоже используется на радиусах, при формировании вручную фальцев используется, и есть такие вот пластмассовые с разным диаметром, я тоже покажу в следующих роликах, какая из них где применяется, и расскажу где приобрести, также и подсекальник, да, то есть функции, скажем, вот это вот тоже мы называем его грибнегиб, да, и этих пластмассовых, этих оправок, это формирование фальцев вручную. Далее я вам все это, конечно же, в других роликах покажу. Далее, ребят, у нас я считаю, что к обязательному приобретению этого инструмента это ручные листогибы или человек называет их бендеры. У меня есть на канале несколько роликов по поводу сравнения бендеров, есть зарубежные, это вуковские, есть еще бушман толс бендеры, есть бендеры отечественного производителя, вот как вот этот, то есть есть на канале ролики, вы можете их посмотреть и сделать для себя выбор, но основная функция их, конечно же, гнуть в тот же металл, и если у вас нету фальцепрокатного станка, то есть наличие, он же дорогой к покупке получается, стоит там 650-700 тысяч рублей, хороший, я имею ввиду, то пока за неимением этого станка все картины, все замки фальцевой кровли можете катать этими инструментами, этими бендерами, есть двойной, есть одинарный, вот, есть вот такая вот интересная каталка, то есть когда я говорил по поводу формирования конвертов, конвертов, мы тоже часто используем этот инструмент, я тоже покажу как им работать в следующих роликах, поэтому будет все, информация будет по всему инструменту будет более чем подробная, ну и ребята, вот так вот еще по мелочи, да, которые нужно приобрести желательно, то есть это всякого рода зажимы, да, они бывают разные, в основном они попадаются в магазинах, связанные со сваркой, вот вы можете там их найти, но хочу акцентировать одну вещь, что я бы посоветовал покупать вам именно немецкие зажимы, потому что они лучше и дольше служат, и есть такой момент, что когда допустим вы поднимаете картину на крышу или где-то фиксируете, да, эти зажимы и ставите на них доску, то у нас бывали такие случаи, что они отщелкиваются сами по себе, то есть у нас вызываются давление или удар, они отстегиваются, с немецкими зажимами, конечно, мы такого не встречали на своем опыте, такого не было, то есть я бы рекомендовал бы, как надежные зажимы, именно немецкие, соответственно, клепочник, заклепочник, рулетки, ножи для резки там мембраны или заточки карандашей, всякого рода шаблоны, вот такие вот, степлер, линеечки, угольник, про степлер сказал, вот, чтобы монтировать разделительный слой, да, и шуруповерт, это такая вот, ну, мелочевка, грубо говоря, и сейчас мы перейдем еще к одному важному инструменту, который бы я рекомендовал вам приобрести, ребят, ну, и еще один немаловажный инструмент, который я бы вам рекомендовал, это, конечно же, литература, почему я называю это инструментом, потому что реально, на своем опыте я вам скажу, что когда я встречаю на крыше тот или иной узел, да, который буду делать впервые, то я обращаюсь к этой литературе и с большой долей вероятности тот или иной узел здесь есть в этих книгах. Чуть-чуть расскажу о них, это техника двойного фальца Владимира Шестлера и Андрея Солнцева, это четырехтомник, он так и продается прямо в четырех томах, большая книга «Кровечка по металлу», это Санта Ласло, венгерский кровищик, эти книги написал, вот, и книги Юрия Ануштаева «Технология двойного фальца». Более подробную информацию по этим книгам вы можете посмотреть, у нас на канале есть пару роликов, один из них это разговор и ответы на вопросы Владимира Шестлера по этим книгам и другим. по поводу книг Юрия Ануштаева мы собираемся как-нибудь с ним ролик записать, и тоже будут ответы на вопросы, да, и где он расскажет про эти книги сам лично, поэтому как-нибудь мы этот ролик запишем. Поэтому будем заканчивать, сейчас я подведу итоги, расскажу где, что можно купить, заказать, посмотреть, вот, и будем заканчивать на этом. Ну, ребят, и будем делать выводы. Значит, все, практически все представленные инструменты, которые здесь вы видите, вы можете купить в магазине Неволайн 25 мм, я оставлю ссылочку в описании, вы можете пройти и купить себе там инструмент. Либо прийти в магазин непосредственно в Москве или Санкт-Петербурге. И при покупке инструмента, если вы говорите кодовое слово фальсмастер, вам будет приятная скидочка. Также, ребят, я вам рекомендую посмотреть ролики, где я показываю инструмент, который изготовлен российским производителем. Такие, как ролики про бендеры, ролики про рамки карнизную и рамку для двойного фальца, ролик про конвертогибы, есть сравнение, есть ролик про киянки, безотбойники, такие вот шаблоны, про правки, кто их производит и где их можно купить. про книги. Эти книги вы можете купить также в Неволайне и можете пойти посмотреть интервью с Владимиром Шестером и второй ролик, где мы рассказываем про книги. Также вы можете пойти по описанию, где вы можете также написать либо на email, либо перейти по ссылке в другой магазин и там тоже их приобрести по заказу. По поводу книги Юрия Нуштаева я оставлю его электронный адрес, электронную почту. Вы можете ему написать, если вас заинтересует, и приобрести эти книги. Вам он вышлет их по ссылочке. В магазинах их нигде не приобрести, только у него. Ну и ребят, будем заканчивать. Надеюсь, этот ролик для вас был полезный, информативный. Вы можете для себя что-то новое подчеркнули, узнали. А в следующих роликах мы уже будем с вами рассматривать все базовые узлы, где я буду вам показывать тот или иной узел в разных исполнениях, и вы для себя будете возможно что-то новое подчеркивать, или в общем учиться. Так что так, на этом все. Всем пока. Субтитры